Пользователи интернета сегодня празднуют победу. Федеральная комиссия по связи США приняла документ, закрепляющий понятие сетевого нейтралитета. Это означает, что компании-провайдеры не смогут использовать свое положение и диктовать условия сетевым сервисам, авторам приложений и компаниям-конкурентам. Правда, с таким решением согласились не все участники рынка, да и само оно было принято с перевесом всего в один голос. Так чем же грозит нам сетевой нейтралитет? С этим вопросом я обращаюсь к нашему вашингтонскому корреспонденту Роману Мамонову. Он выходит на связь из американской столицы. Рома, если можно, объясни на понятном всем языке, что изменится в жизни рядовых пользователей интернета? Далее заприветствую. Если кратко, то провайдеры теперь не смогут ограничивать доступ пользователей к тем или иным сервисам или работу интернет-компании по своему усмотрению. Чтобы объяснить, как это работает, давайте воспользуемся простой схемой. Например, я как пользователь интернета люблю пользоваться такими сайтами, как YouTube, Netflix, обмениваюсь данными через торрент, совершаю видеозвонки через FaceTime, оплачиваю покупки, например, с помощью телефона с приложением Google Wallet. Но раньше телекоммуникационные гиганты пытались ограничивать доступ к таким интернет-сайтам, приложениям и сервисам. Оправдывали они это тем, что, например, сервисы потокового видео повышают нагрузку на сеть, замедляют прохождение сигнала для остальных пользователей. При этом компаниям приходится тратить миллиарды долларов на совершенствование каналов связи, а при этом интернет-гиганты, интернет-предприниматели ни за что не платят. Либо, что, кстати, тоже случалось, работа тех или иных сервисов ограничивалась из-за конкуренции. Например, Verizon пытался ограничивать работу приложения Google Кошелек, потому что компания продвигает свой сервис оплаты покупок с помощью телефона, а AT&T пытался блокировать работу сервиса FaceTime и доступ к торрент-трекерам. Но теперь Федеральная комиссия по связи фактически приравняла интернет к водопроводу или электрическим сетям, то есть решила ввести регулирование в отношении отрасли, чтобы никто не мог пользоваться доминирующим положением. Пока другие страны пытаются контролировать интернет, решение, которое мы приняли сегодня, следует принципу. Никто, будь то правительство или корпорации, не должны контролировать свободный открытый доступ в интернет. Интернет стал самой влиятельной и важной платформой в современном мире, и он просто не может существовать без правил игры и судьи на поле. За решение Федеральной комиссии по связи проголосовали трое членов ведомства, двое высказались против. Это IG Try и Майк Орейль. Они сегодня объяснили свою позицию. Сами революционные новые правила, оказывается, это 300 страниц, никогда не публиковались для общественного обсуждения. У них много правовых пробелов, и они могут остановить развитие отрасли. Комиссия ни разу не проводила системного анализа, в чем состоит проблема интернет-отрасли. Я уже говорил, что мы наблюдали разные споры по поводу приложений, по поводу ограничения комкастом доступа к торрентам. Спор вокруг FaceTime. Но все эти споры успешно решались с самими компаниями или в судах. Но теперь комиссия решила вмешаться в функционирование отрасли. Так что я повторю свое мнение. Интернет-нейтралитет не будет работать и направлен на проблему, которой просто нет. Да, Лиза, знаете, вопросов действительно много. Один из примеров таков. Один из сотовых операторов в США продвигает свои услуги, в том числе рекламируя неограниченный доступ к нескольким музыкальным сервисам, вроде Pandora, Spotify и другие. Как же остальные сервисы могут возбудиться сторонники тотальной свободы? Будет ли это считаться дискриминацией одних сервисов в пользу других или нет? Ясного ответа нет. Или, например, в кафе, если вам ограничивают доступ к какому-то, к Netflix. Это ограничение и дискриминация или нет? И многие эксперты говорят, что, конечно, в правила Федеральной комиссии по связи придется вносить уточнения, дополнения, поправки. Да и республиканцы здесь на Капитолийском холме говорят, что готовы обсуждать вопрос в Конгрессе. А значит, есть очередной повод для противостояния Белого дома и Капитолия. Лиза. Спасибо, Роман. Я напомню, с нами был мой коллега Роман Мамонов.